Алло. Олеся Викторовна, здравствуйте. Добрый. Как дела? Как поживаете? Благодарю. Спасибо. А с кем имею честь? Это Андрей Владимирович Паук. Сюжет для вас у меня есть. Слушаю вас. Вот я могу вам рассказать про все плохое и про все хорошее для вашей передачи. В плане? Для какой? Для моей передачи. Ну вот я посмотрел, что вы у Протасевича брали интервью и у прочих политзаключенных. Я пока еще не политзаключенный, но готов рассказать все, что думаю. Прекрасно. Давайте попробуем. Напишите «Макаемка 9». Я напишу, хорошо. Все данные есть в интернете. И я думаю, что положительно решится ваш вопрос. Хорошо, я напишу. А скажите, Роман Протасевич, он на вас какое впечатление произвел? В смысле? Что вы имеете в виду? Ну, возможно, он, как сказать, заложник вот этих обстоятельств и говорит то, что не думает. Ну, не знаю. Мне он показался искренним. Искренним. Понимаете, у него такой большой стресс очень, что он был сначала на одной стороне, а теперь на другой. Ему нужно выживать. Поэтому он может говорить, что... Ну, то, что творится в душе у каждого человека, это же одному Богу известно. Мне он показался искренним. Хотя мое личное отношение к нему, ну, вы тоже можете представить. Мы по разной стороне. Как были, так и остались. Поэтому свое мнение я держу при себе. Я журналист. Я как доктор делаю свою работу. А подскажите, как с Романом связаться можно? А то мы никак не знаем... Нет, я не даю никаких телефонов. Нет, нет. Жалко, конечно. Парня жалко. Он раньше был на нашей стороне, нам очень помогал сражаться с режимом Лукашенко. А теперь так получилось, что... Ну, жалко человека. Наш человек, понимаете, спасать его надо, а мы не знаем. Ну, жалейте его дальше. Жалейте. Я не могу разделить с вами эти чувства. Потому что... Не могу. И комментировать это тоже не хочу. С вами же тоже такое может случиться. Вы попадете к нам, мы вас тоже будем опрашивать, заставлять оговаривать Лукашенко. Ну, его никто не заставлял. И он дал это интервью добровольно, причем сам захотел, поэтому... Сам захотел и с вами связался? Слушайте, вот если вы хотите, чтобы мы с вами пообщались, записали интервью, ну, напишите запрос. Ну, хорошо. Вы просто сейчас тратите мое и свое время. Я к вам тут по-человечески. Вы такой же человек, такой же гражданин, как и все. Но рассуждать с вами о моральных качествах Протасевича, ну, извините. Ну, не хочу с вами это обсуждать. Про вас наша Нива написала, я почитал, и просто такое ощущение... Ну, прекрасно, вы читаете деструктивные сайты, я вас подрабатываю. Ну, почему же он деструктивный? А такое ощущение, что вас обвиняют в чем-то нехорошем. А вы вот по голосу хорошая женщина, я слышу. Ну, в том, что вы... А в чем меня обвиняют? Ну, в том, что вы издеваетесь с политиключенными. А вот это все разве меня обвиняют? Ну, в том, что вы... Что я издеваюсь над ним? Я пытаю его кофеем или чем? Ну, пытаете его вопросами всякими и подводите к соответствующим выводам. И что, и он там видно, что он подчиняется моим каким-то пыткам или так? Ну, а у него нет выбора на самом деле. Ну, Знаете что? Задайте этот вопрос Прокосевичу. Есть у него выбор? Нет у него выбора? Так вот как до него дозвониться? Не могу, не знаю. Как я найти его контакт? Без понятия. Он же ваш человек. Вот ищите его контакт. Наш человек. Ему нельзя с нами связываться. Ему не разрешают. Смешно. Хорошо. Андрей Владимирович, я вас услышала. Вы меня тоже, надеюсь. Вы такая милая женщина. И мы все остались с вами при своем мнении о политическом... Олеся, давайте к нам. Пожалуйста. Давайте к нам на Белсат. Пишите письмо. Нет, вы знаете... А, вы еще из Белсата. Вы знаете, ну, каждый остается при своем мнении. И я по-прежнему верна своей стране, а не чьим-то другим. Олеся, вы же идейная или за деньги? Понятно.